Вот, Санта передал для вас подарки. Держите. Новый айфон? Спасибо. Кукла? Спасибо. Хотя я бы тоже от айфона не отказалась. Простите, если подарки немного не соответствовали вашим желаниям. Но для того, чтобы получить подарок, о котором вы мечтали, нужно заранее написать письмо Санте и передать его в нужные руки. Почему это так, я вам сейчас расскажу. Ночью ко мне явился Санта, и я закричал. Наконец-то, Санта! Я так долго тебя ждал! Тише, тише, не кричи так. А то нас может услышать твоя злая бабушка. А вы знаете мою бабушку? Конечно. Ведь она тоже когда-то была ребенком. И как только она научилась писать, то отправила мне письмо, в котором заказала подарок на Новый год. Да, она мне сегодня призналась в этом, но она сказала, что Санта был не настоящий, и подарок получила не тот, который хотела. И, наверное, из-за этого она теперь в вас не верит. Почему же так вышло? О, да. С твоей бабушкой мне просто не повезло. Дело в том, Балди, что на мне лежит древнее проклятие злых колдунов. К большому сожалению, я не могу показываться на глаза тем людям, которые в меня не верят. Это может погубить меня. А у твоей бабушки была сестра-близнец, которая искренне верила, что меня не существует. Глупая ты, сестра. Санта это всего лишь сказочка для детей. Я докажу тебе, что он существует. Я напишу ему письмо в Лапландию, и он принесет мне подарок, какой я захочу. Тебе что, делать нечего? Собираешься слушаться родителей весь год? Вот увидишь, я буду делать, что захочу, а подарок мне все равно подарят. И это будет не Санта, будь уверена. А, к примеру, наш сосед. Нет, я не верю тебе. Ага, я сама видела. В прошлом году он нам подарки приносил. А родители такие наивные, думают, что я не заметила его рыжие волосы. Под белым париком Санты. Врешь ты все. Я старше тебя. И больше разбираюсь в своей жизни. Уж я-то пожила, поверь мне. И знаю, что к чему. Ты всего-то на год меня старше. В нашем возрасте год за десять идет. Говори, что хочешь, а я все равно напишу это письмо. И я докажу тебе, что Санта существует. И вот, когда настал Новый Год, я явился, чтобы вознаградить младшую сестру за ее веру в меня. И за то, что она слушалась родителей. Но сделать это нужно было осторожно, чтобы ее сестра не увидела меня случайно. Иначе это меня погубило бы. Под покровом ночной темноты я пробрался в комнату девочек. Оставил подарок младшей сестры у ее кровати. И вдруг кто-то открыл дверь в комнату. Мне пришлось очень сильно изловчиться, чтобы незаметно улизнуть. Ты же понимаешь, с моим-то пузом это нелегко. А откуда у вас такое пузо? Люблю поесть, знаешь ли. Ну так слушай дальше. Спрятался я за окном. И стал подглядывать. В комнату пробрался незнакомец, переодетый в меня. Он положил старшей сестре подарок. А младший заменил мой подарок на другой. И ушел. Но у меня-то есть волшебный мешок. И я могу из него брать любые подарки. Поэтому я достал тот, который хотела младшая сестра. И собирался уже вернуться. И исправить недоразумение. Но тут скачала старшая сестра и закричала. Проснись, малая. Проснись. Что такое? Нам подарки принесли. Держи. Ура. Сейчас ты увидишь, что Санта мне принес плюшевого мишку. Как я и просила. Паук? Но я хотела мишку. Я же говорила тебе, глупышка, что подарки приносит сосед. Я сама видела его. Он только что вышел из нашей комнаты. Я должна догнать Санту. Возможно, он ошибся. Спасибо, соседушка, за подарки. Детишки будут счастливы, как всегда. Сколько с меня? Ну, это... Санта! Ёшки-матрёшки! Санта, ты мне не тот подарок подарил. Прости, малышка. Но времена нынче настали суровые. А ты лучше встань на табуретку. Стишок мне расскажи. А я тебе конфетку дам за это. Глупышка, ты что, не видишь, что это сосед наш? Ёшки-матрёшки. Вот же неловко-то получилось. С тех пор твоя бабушка в меня не верит. Да ещё и зла на весь мир стало. Мне нельзя показываться в этом доме. Но я всё-таки решил рискнуть. Так как узнал, что ты хочешь стать учителем в школе. Да? А как ты узнал? Я много чего знаю, Балди. И я хотел бы тебя попросить, чтобы ты, когда станешь учителем, рассказал всем детям, чтобы они свои письма для Санты отдавали родителям. А родители отправят его почтой по правильному адресу, чтобы оно точно дошло. Но писать письмо нужно заранее. Хотя бы за два месяца до Нового года, чтобы оно успело дойти до меня. Когда я получу его, то отправлю подарок по почте. Потому что вручать подарки самому стало опасно. Времена нынче не те. Всё больше детей перестают верить в меня. В таких условиях мне просто нельзя вылезать с Лапландии. Режь, иногда я делаю исключение. Как в случае с тобой. И посещаю избранных детей. Значит, я везунчик? Конечно. Тебе повезло. Ведь сейчас я подарю тебе подарок. Кстати, вот, держи. Это тот плюшевый медвежонок, которого так и не получила твоя бабушка. Так. А где-то тут должен быть и твой подарок. Бабушка идёт. Где? С кем ты тут разговариваешь? С Сантой. Но он исчез. Я тебе всё расскажу. Я не желаю ничего слышать о нём. Хорошо. Если ты не хочешь слушать, не нужно. Но он кое-что передал для тебя. Вот. Возьми это. Не может быть. С тех пор бабушка уже не ругала меня, если я вспоминал о Санте. И долго не расставалась со своим плюшевой мишкой. А вы так и не получили свой подарок от Санты? Почему же? Санта, конечно, не рискнул прийти второй раз. Но он передал мой подарок через моих родителей. Теперь вы знаете, как с ним связаться. И я хотел бы вас попросить рассказать об этой истории трём своим друзьям. А те друзья расскажут другим своим друзьям. И таким образом в мире станет больше детей, которые поверят в Санту. Ну а я хочу пожелать вам в новом году успехов в учёбе, чтобы учиться было легко и интересно. Чтобы открывать новые знания для вас стало увлекательным делом. Ищите новое. И не забывайте о старом. Всем привет. Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Поехали. Интросмайл привет. Мистер Скейдж привет. Магомед Наги привет. Диля Фокс привет тебе. Степан Ютюб привет. Соник Ёж привет. Валерия Лэб привет тебе. Цветик привет. Марго Мишустина привет. Весёлые сестрички привет. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Пишите в комментариях свои приветы. Делитесь с друзьями в соцсетях. Ну а на этом у нас всё. Всех с праздниками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok